Приветствую вас, друзья! Сегодня в рубрике «Образно-насущном» я хочу вам рассказать о миросоздании вселенском. Порасуждать с вами на одну такую тему, о которой, возможно, даже и не все знают. Но я надеюсь, что все. Друзья, я просто с вами веду беседу в своем лице. Я похож на Жириновского? Не похож. Так вот, друзья, все знают, что во Вселенной все состоит из плюсов и минусов. Ну, магнит строения все знают. Разные полюса отталкиваются, а одинаковое подобное всегда с подобным сойдется. Так вот, я хочу рассказать о мироустройстве власти. Народ будем считать плюсом, власть – магнитом. И все всегда плюсы недовольны минусами. Ну, так устроено у нас, насколько я знаю. Вы ни одного из плюсов не найдете довольным минусом. Клянусь вам. Я тоже плюс, но мне по минусы. Я на них положил. Потому что я попиесист, оптимистический. Итак, друзья, смотрите, по-простому, как я начал понимать, кто идет во власть, зачем идет во власть. Хотя лозунги другие. У нас в России так вообще придумали классно. Власть народа. Плюсов у нас. Хе-хе, но так не бывает. Как ее ни назови, а у власти всегда минусы. А минус у человека тоже считается плюсовые качества и минусовые. Хорошие и плохие. Правильно? Вот. Так что, если во власти, ни в коем случае нельзя называть их ворами напрямую. Экстремистов сочтут. Вот меня какой-нибудь, как вот на Украине, что-нибудь сказал про Петро Парашенко от слова Параша, то все некорректно. Вот мой ролик тоже могут посчитать некорректным, представляете, некорректным и антигосударственным против Украины. Но я против Путина ничего не буду говорить. Вообще ничего. Потому что в любом народе, даже в плюсе, всегда найдется до такой степени патриот, который сочтет характеристику своего президента подрывом устоев государства. Представляете, если я, допустим, фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу Звание вождя. Перо в задницу. Хитрая листья. И они давали эти звания своим вождям. Но не об этом главное сейчас в речи в моем послании к вам. Все думают, что власть у нас все честные. Это они так думают. Минусы думают, что они честные. И вся идеология построена на том государстве, чтобы доказать, что минус это лучше плюса. Понимаете? Вот так устроено. Вот. Я простой образный пример приведу. Для сравнения. Вот. Допустим, вы пришли в коллектив в один работать. А там все квасят. Их 10 человек. Вы 11 пришли в отреживник. Это я образно. И что вы думали? Они начнут вам предлагать выпить. Вы начнете отказываться. Представляете? Они на вас станут не так смотреть. Понимаете? Потом вам надоедят их пьянки. И вы по-американски возьмете и заложите их высшему начальству. Там рассмотрят вашу жалобу и пришлют на места. Как называлось раньше. Понимаете? И сейчас так же. Точно так же. И этот коллектив, старший в коллективе начнет рассматривать вашу жалобу. И в итоге, друзья, вас уберут. Поэтому я считаю, поскольку по законам вселенной подобное притягивает подобное, понимаете, то минус всегда останется минусом. Минус не может быть плюсом. Понимаете? Значит, у минусов, у наших, у всех, кто относится к минусам, альтернативная экономическая ориентация. Это значит не для государства, а себе. Инстинкт рептилии срабатывает у минуса. О, меня высший разум говорит, прекрати клеветать. За клевету статья есть. Ну, я думаю, наши минусы не такие, как на Украине. Не прижьют мне подрыву стоя в государство, безопасности и так далее. Тем более, Владимир Владимирович служил, не скажу, в какой конторе. И он знает, что за шутки, что полагается. Короче, если завтра после этого ролика не увидите больше роликов, то я живу на Украине. Поняли? Я вам, кажется, объяснил мироустройство нашего государства. В конце скажу, во власть идут обиженные в детском году детишки. Мальчики, девочки, кого сильно много обижали, тот затаится всегда. И... Чахотка, ну, своя. И всегда подумал, у него мысль одна, я вам отомщу, всем отомщу. И придя во власть, он обязательно придет. Хорошему человеку власть вообще не нужна ни над кем, понимаете? Придет к власти и начнет пстить. Любимым способом. Увеличивает сроки выхода на пенсию. Не давать, давать маленькую индексацию. Ой, много чего, понимаете? Ой, много чего. Ну, извините, я про хороших людей не могу хорошо сказать. Ну и так далее, значит. Я не буду говорить про Трампа. Не буду говорить про Порошенко, хотя он рассказал. А то мне еще прищут расизм, понимаете? Расизм прищут. Какой я расизм, чертовой маме? Я негрой люблю больше, чем себя. Больше, чем Трамп. Ну, я заговорился, друзья. В общем, обмирное устройство и вкратце я вам рассказал. В власть идут обиженные. Короче, детишки. Я обращаюсь к детишкам из детского садика. Никогда не обижайте никого. А то получите потом плохих начальников. Поняли? Бай-бай.